Прежде чем, перейдем к основному ролику, очередная реклама. На сей раз хочу порекомендовать канал Радиолюбитель. Его автор, Юрий, довольно подробно поясняет основы электроники простыми словами. Очень много роликов обучающего характера, но и, разумеется, некоторые разработки автора. Например, блок питания на Ардуино, который был мною повторен. Ссылка на канал по аннотации и в описании ролика. Всем привет! Многие зрители просили мне сделать самый настоящий полицейский стробоскоп, и я подумал, почему бы и нет. Ведь такой эффект очень легко получить, и к тому же пару лет назад на канале уже было опубликовано аналогичное видео. Но всем вам нравится видео более высокого качества, так что погнали! Вообще, стробоскопический эффект можно получить, скажем, внедрением обычного мультивибратора. Но эффект такой простой мигалки будет отличаться от полицейского тем, что в последнем лампы вспыхивают несколько раз, затем переключаются. Кстати, схема, печатная плата, а также ссылка на покупку готового кит-набора такого же стробоскопа будет в описании ролика. Ну а сейчас давайте рассмотрим схему и попытаемся понять основу ее работы. На сей раз у нас в схеме две микросхемы. Первая из них – любимый таймер 555, который тут подключен по схеме низкочастотного генератора прямоугольных импульсов. Частоту этих импульсов, а следовательно и частоту вспышек ламп, можно регулировать путем подбора конденсатора C1 и резистора R1, который специально предусмотрен подстроечным для более удобной регулировки. Таймер вырабатывает последовательность прямоугольных импульсов, которые поступают на вход микросхемы CD4017. Кстати, наш аналог – микросхема K176E8. Эта микросхема из себя представляет счетчик-дешифратор. Количество выходов – аж 10. Притом в любой момент времени может быть открыт только один из них. Каждый входной импульс перемещает логическую единицу последовательно с одного выхода на другой. Так вот, схема устроена так, что мы объединяем в единый канал импульсы с трех выходов. Таким образом, когда мы подключаем к этому единому каналу нагрузку, скажем, светодиод, то получаем три последовательные вспышки по количеству входных импульсов. Используя тот же принцип, мы можем подключить еще один светодиод, объединив следующие три выхода микросхемы. А вообще, для двух аналогичных нагрузок, скажем, лампочек, можно получить до пяти последовательных вспышек для каждой лампочки, поскольку количество выходов нашей микросхемы – 10. Усилив выход микросхемы дополнительными транзисторами, можно подключать более мощные нагрузки, скажем, галогенные лампы. Или же к выходу можно подключить электромагнитное реле и управлять уже сетевыми нагрузками. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к сборке устройства. Плату, как уже сказал, можете скачать в описании. Плате предусмотрены транзисторы типа КТ-1. КТ-819, которые могут коммутировать довольно большие токи. То есть, к схеме можно подключать галогенные лампочки небольшой мощности. Транзисторы, кстати, тоже не критичны. Можно использовать любые транзисторы обратной проводимости. Только обратите внимание на цоколь и допустимый ток через транзистор. Таймер 5.5.5 можно заменить обычным мультивибратором. Он только для получения входных импульсов. Поставил именно эту микросхему для уменьшения количества компонентов. Диапазон питающих напряжений для нашей схемы составляет от 4.5 до 16 вольт. Больше не советую подавать, поскольку максимальное входное напряжение для микросхемы NE555 составляет 18 вольт. Вот и все, друзья. Завершаем очередной ролик. Честно сказать, он вообще не был запланирован, но очень надеюсь, что был полезным. Если это так, то не забудь поставить большой палец вверх и поделиться этим роликом с друзьями. Остается напомнить, что все исходные файлы доступны по ссылке, которые найдешь в первой строке описания. Ну а на этом я прощаюсь. А с вами, как всегда, был Касьян Ака. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok